Всем огромный приветик! Это все тот же субботний день, только уже вечер. Мы решили до закрытия, 3 часа до закрытия, стоя дешевле 27.50, мы решили съездить помассажироваться. Осталось еще полчасика, и мы поедем домой. Я тут засела в уголочке. Как ни странно, народу практически нет. Очень мало. Первый раз такую. Ну, потому что лето, отпуска, жара. Не каждый захочет в термальный бассейн. Но здесь здорово. Сегодня особенно тихо. Ползли мы на улицу. Время 9 часов. Музыкальный фестиваль 23-25. Вход свободный, ну то есть бесплатный. Приглашаем всех. Да, приглашаем всех. С подсаров. У него почему-то сланцы скрипеть начали. От старости. Скорее всего. Красота здесь, да? Сережка мой распаренный. Припаренный весь. Что-то не нашел воду? Сбоку смотри. Вот, видишь. Осталось проехать 70 километров и мы дома. Забегала сегодня после работы в ДМ. Мне нужно было кое-что прикупить. Уже собираюсь в дорогу. Зубные щетки. Не хочу с собой таскать электрические. Они тяжелые. Плюс еще зарядка. Да, и вот нам с сережкой. У меня зеленую, естественно. Обыкновенные зубные щетки. Затем взяла себе... Наверное, сейчас высыплю, покажу. Взяла себе вот такие ватные диски. Они пропитаны мицеллярной водой. Стоят 95 центов. Естественно, можно сделать такую вещь с собой. Просто в пакетик положить диски. Залить мицелляркой. Но так как дорогу хочется, чтобы это было компактно, удобно и легко. Пластиковая легкая баночка. 95 центов. Мне надо практически двое суток в пути в одну сторону. Мы не будем останавливаться ни в каких отелях. Нигде где умыться, где что. Как-то все будет происходить при дорожных туалетах на ходу. В общем, не знаю. Мне надо. Я взяла глаза. Естественно, не хочется выглядеть бледной молью. Хочется и реснички подкрасить. Но два дня не смывать все это с глаз. Это будет очень тяжело. Поэтому я взяла с собой такую. На всякий случай. Пусть будет. Затем взяла себе гель для умывания. Нелли уехала в отпуск. И увезла с собой пенку от Атоми, которую мне подарили. И как-то так сошли звезды, что закончилось у нас все. Кроме этой пенки для умывания. Но решила купить. Сколько использую, столько использую. Потом можно будет взять с собой в Россию, наверное. Или закажу еще себе что-то. В общем, купила. Это, как считается, натуральная косметика от Альверде. Стоит 2 с чем-то евро. Попробую. Затем, девочки, купила себе. Если вы не пробовали и страдаете очень сухой кожей. Обязательно приобретите это восстанавливающий бальзам. 10 в 1 от Микса. Если сухие коленки, сухие пяточки, руки, локти. Очень классная вещь. Я это купила для пациентки. Увидела, как это работает. Я просто ахнула. У бабульки, знаете, такая папир такая. Ну вот, как промокрашка кожа. Тоненькая-тоненькая. Очень сухая. В общем, проблематично. Сейчас открою. Очень приятная одушка. Такая, знаете, не навязчивая. Это я тут уже вот пальцем мазанула. Хочу отвезти маме. Быстро впитывается. Вот действительно, моментально впитывается. Такая нежная-нежная консистенция. И вот даже руки становятся моментально увлажненные. И при этом не жирные. Мягкие. И нет никаких вот жирных отпечатков. Вот видите. Нет. В общем, классная штучка. 6,95 стоит. На полке почему-то все разобрано. Это недавно появилось. Я такого раньше не видела. И вот где я в ДМ была, все баночки от Микса стоят. А вот этих было всего лишь на витрине 3. Либо люди берут для интереса попробовать, либо действительно уже распробовали. Также купила опять сок алоэ вера. Давно не брала. Зубную пасту. Антиколор. То есть это паста, которая отбеливает и убирает налет от кофе, от табака, от красного вина. Решила попробовать. И еще вот такую зубную пасту взяла. Цены, конечно, бешеные. Ну, ничего. Для этого и работаем. Чтобы покупать. Тайсону вкусняшки. Всякие разные. Его любимые. Он просто обожает. Именно от этой марки. Я не знаю, что туда добавляют. Такого. Мясом, конечно, здесь и не пахнет. Но он их любит. Так, еще купила вот такое. Ну, это хозяйственное мыло. Я как-то маме покупала, отсылала. Еще до того, как я познакомилась с РЗАК. Вот это мыло. Хозяйственное. Знаете, застирывает что-то. Какие-то пятна. Оно действительно очень классное. Работает на раз, два, три. Маме нравится. Отвезу. Почему нет? РЗАК везти. Бутылки. Вот это просто тяжелые. Действительно тяжелые. Это все вес. И это не вариант везти с собой. А вот хозяйственное мыло. Тем более, она его знает. И я ей отвезу. Будет пользоваться. И вот, что я еще себе прикупила. Вылезло у меня тут сюрприз. После бассейна, может быть, от Климы в машине, может быть, ну и под дождь попали, когда приехали домой, пока туда и сюда заходили, выходили, в общем, промокли. И вот мне нужно прям такой сюрприз залечить быстренько. Не знаю, поможет, не поможет. Надеюсь, что поможет. Хотя я с утра, он у меня появился, и я с утра нанесла свой любимый массажный крем. Ну, не знаю, в общем, тут увидела на глаза. Вот, действительно, я вот даже не думала, буду своим, думаю, массажным кремом залечивать. Проходила и увидела. На полке я взяла. Теперь чем-то евро стоит. Ну, собственно, все и покупки. Если у вас есть приложение от ДМ, активируйте его обязательно. А, как это все покупки? Вот же еще под чеком лежат покупки. У меня заканчиваются губные помады, и я все мечтаю купить вот именно вот эту помаду в том оттенке, который мне нравится. Опять дела не тот. Вот, я думала, что он вот такого цвета, а он, оказывается, вот такого цвета. Слишком темноватый, на руке уже стерлась. И вот такая помада-карандаш, стойкая очень, я уже намазала себе на губы. Вот, это 7 с чем-то евро стоит, 7,95, по-моему, стоит. Вот мне нравятся вот такие тона. Сейчас покажу какой-то тон, где эта пробочка закатилась. Вот она. Соточка. Вот такие-то она мне нравится. Но это слишком стойкая такая, но при этом не сушит губы. Абсолютно не сушит. Я уж попробовала, помазала тут, намазала. Компактная такая, в сумочку положить. А это опять неудачная покупка. Дело в том, что все пробники, которые на витрине, все тестеры, они экономят. Вот, экономят. Они все сухие. Вот абсолютно все сухие. Я попробовала, мне показалось, что да, оно. Тут вот даже где-то чего-то тут еще и осталось. Но уже практически не видно. Сейчас покажу. А оказалось, что вот такой темный тон. Прям очень темный. Хотя, нет, я не то хотела. Совсем не то, что я хотела. В общем, опять неудачная покупка. Не знаю, как вот мне вот выбрать тот тон, который мне нравится. Я говорю, что я была уверена, что он именно вот такой, как вот здесь. Вот так цвет видно, да? А он оказался вот такой темный. Ну да, ладно. Дорого, конечно, стоит. Но я говорю, что активировать, если купон, то у меня получилась приличная скидка 7 евро. Да? Да. Да, вот миксы стоят 6,95. Сок 5,45 стоит 2 бутылочки, 10,90 получилось. Делала заказ на Бонбрикс. Мне нужно было еще кое-что прикупить. Я кое-что искала. То, что я искала, мне не подошло. И по пути закинула несколько штанов. Ну, как несколько, 6. 6, и с одними я угадала идеально. Единственное, что это 44 размер, знаю точно, что 42 не было. Но делать запрос, как они всегда предлагают, да, запросить. И вот когда они у них появятся в наличии, вам присылают сообщение на электронную почту о том, что эти, эта вещь та или иная есть в наличии. Делать заказ и потом платить за доставку 4,95. Но если бы я знала, что они настолько классненькие. Ну, я даже не пожалела, что взяла 44. Чуть-чуть вот здесь в бедрах собирается, как бы топорщится. Немного совсем, но свободная. Это на раннюю осень. Они стрейчевые, очень тонкие. Такая приятная ткань. Здесь и вискоза, и эластан, и, конечно же, полиэстер куда без него. Но посмотрите, как они здорово сделаны. Во-первых, вот такие карманы, очень вместительные, да. Во-вторых, так что-то здесь такое, надо будет посмотреть, что это такое здесь прицепилось. Я только сейчас увидела, ниточка какая-то. Во-вторых, вот эти петли, ну, я вот здесь уже все вот эти вот держалки, все это обрезала. Потом думаю, надо девочкам показать, вдруг кому-то пригодится. Затем, вот такие широкие петли можно воспользоваться ремнем, если любите, если фигура позволяет носить ремень. Видите, вот такая фурнитура сделана. Если нет, высокая посадка для девочек с формами. И вот еще какая прелесть есть внутри. Регулировать, да, ширину талии. Прям вообще здорово, замечательно. Мне так они понравились. Вот я говорю, что сели идеально. Ну, чуть-чуть вот здесь вот как-то вот так топорщится. Но они еще, естественно, не стираны, постираются. И они прямые. Вот, посмотрите, совершенно прямая штанина. И внизу вот такая маленькая прелесть. Казалось бы, просто петелька с пуговкой, но при этом прям делает уже просто черные штаны очень интересными. Если нужно, кому-то я ссылку оставлю в описании. Стоили они 26, по-моему, евро. Ну, не так уж и дорого. Ну, мне нравится это качество. Вот, действительно, очень нравится. И вот прям настолько довольна. Отправляю их в стирку, естественно. Сполоснуть обязательно нужно. Я вчера вечером приготовила плов из говядины, которую мы покупали. А к плову хочется что-нибудь такого. Ну, либо свежие овощи, естественно, либо солененькие. Но так как я купила вот этот вкусный дрейзинг. Я вам показывала. Я хочу сейчас замариновать помидоры. Вот эти помидорки лучше брать плотненькие, такие, знаете, не переспевшие. Я их сейчас помою, сделаю надрезики, залью кипяточком и очищу. От кожицы так вкуснее, знаете, так потом так на ложку берешь и прямо в рот. Так вкусно. И у меня есть вот такая посуда с крышкой. И я как раз помидорки замариную. И завтра они будут готовы. И сделаю антипасти, потому что их можно просто на завтрак даже кушать. Что-то на солененькое потянула. Каждую помидорку я надрезала. Сейчас заливаю кипяточком, чтобы снять кожицу буквально на пару минут. В чашу, где будут мариноваться помидоры, я добавила чеснок. Я покупаю всегда вот такой большой, кругленький. Именно вот такими ломтиками. Он маринованный тоже очень вкусный. И у меня замороженная петрушка и замороженный укроп. Если есть свежее, то добавьте свежее. Замороженные помидоры. Сниму кожицу. Если вы не хотите снимать кожицу, хотя это вот очень легко делается. На раз, два, три. То можно просто зубочисткой наколоть помидоры. Но тогда они дольше маринуются. А именно вот так. Самая вкуснота. Можно, конечно, и крупные помидоры. Знаете, если у вас сейчас, конечно, есть домашние помидоры. У вас же, конечно, есть. Вы же у меня хозяюшки с дачами, с огородами. То можно на четыре части разрезать. Замариновать в таком виде. Это очень вкусно. Любите остренькие помидоры, добавьте перец, чили. Можно стручковый, можно сухой, без разницы. Я не добавляю. Заливаю дрейзингом. Предварительно обязательно нужно его взболтать. Никакой соли, больше ничего не добавляю. Закрываю крышкой и в холодильник. И, кстати, когда помидоры готовы, вы их скушали. Если хотите еще, а вы обязательно их захотите, можно еще раз использовать этот дрейзинг. И перчики готовы в холодильник. Не поместились в одну стеклянную дозочку. Пришлось еще одну брать. Пришли еще посылочки. Распаковка. Сайт Тэмо. Мешки уже поснимала. Кое из чего, чтобы вам не шелестеть под ухом. Заказала себе тканевые тапочки. Копейки стоят легкие-легкие. 44-45 размер, но они маломерят. На 40-й еле-еле-еле. Положу вручную кладь, чтобы мало ли. В автобусе долго ехать. Ноги у меня, как вы знаете. Ну, в общем, ноги. Может быть, можно будет снять кроссовки и тапочки одеть на короткое время, чтобы не так сильно уставали ноги. Да и у мамы потопаю дома, если что. 3 евро стоили тапки. Ну, не вонючие. Уже понюхала. Заказала себе на телефон новые чехлы. Мой уже ужасный-ужасный. Один вот такой. Сразу заказываю по два, потому что силиконовые, они быстро желтеют. Чтобы один в запасе был. И один вот такой, золотой. Затем ремни для чемоданов, чтобы немного их притянуть, когда кидают, чтобы не лопнуло нигде, ничего не развалилось. На Амазоне стоит дорого, а вот на Тему копейки стоит. Хотя вот качество одно и то же. Да, конечно, крепежки вот такие пластмассовые все. Ну, на один раз хватит, наверное. Мячики. Катать по полу ногами, делать массаж ног. Очень полезно, если есть шпоры. Это прям обязательно, обязательно. И вообще очень много проблем с ногами из-за того, что у нас плохо развиты мышцы на стопе. И вот массажировать, растягивать по мере возможности. Заказала себе шарики. У меня был теннисный мячик, но я его уже растоптала. Он стал... В общем, заказала себе два небольших шарика. Они резиновые такие и очень-очень плотные, твердые. Надеюсь, надолго хватит. Девочки. Акупунтура. Я уже попробовала. Встала. Это, конечно, болезненно. К этому нужно привыкнуть. Естественно, это не камни, это пластик. Но так они давят четко на определенные точки. Вы же знаете, что у нас на стопах, на руках, на лице есть точки, которые отвечают за функцию того или иного органа. Я не знаю английского, но, наверное, что-то можно догадаться, что означает легкие, почки, мочевой пузырь. Что тут еще такого? Надо будет Инелли спросить. Сердце, скорее всего. Ну, в общем, да, становишься прям чувствительно, жмет в определенные места на стопе. Тоже стоило копейки. Глядишь, да что-нибудь поможет уж. Что еще я заказала? Заказала я, а Неви попросила. Стеклянные трубочки коктейльные. Пришли идеально упакованные. Ни одна, ну, я так проглядела, ни одна не лохнула. Вот такие обыкновенные коктейльные трубочки. Стекла, они прозрачные. У нас трубочки из Эдельшталь, стальные. И иногда, мне кажется, как будто они так идеально не промываются. И Инелли тоже говорит, что как будто уже запах какого-то железа имеется. Ну, вот попробуем. Эти ничем не пахнут. Их нужно будет обязательно помыть. И ершик в передачу для стеклянных трубочек. А вообще, я зашла на Тему для того, чтобы заказать вот такую багажную сумку дорожную, да, для ручной клади. Я посмотрела на цены, которые вот, ну, просто, просто. В интернет-магазинах цены вообще бешеные. И не факт, что это тоже не Китай. Скорее всего, это Китай. Но решила, мы не так часто куда-то летаем. И вот даже если туда-обратно слетать хватит этой сумки, то будет просто замечательно. На Тему они стоят не так дорого. И как обычно, когда заходишь на Тему, ты что-то ищешь одно, а тебе прям вот сыпят и сыпят все другое. И вот на глаза мне попались вот такие авокадята. Я подумала, мне не хватает вот чем-то прикрыть розетку, которая торчит у меня на стене. Ну, вы видели. На кухне, да, там, где я в основном готовлю с этой стороны. И там розетка. Она мне уже замозолила все глаза. Но я хотела туда что-нибудь интересненькое. Они мне так понравились, такие прикольненькие. Ну, естественно, сделано, ну, вот, тяп-ляп, да, как бы, да кабы. Ну, миленько. Пахнет немножко краской, но они не подходят. Они не садятся на эту розетку. Я думала, я их вот так вот посажу, и они там будут сидеть, ножки будут свисать, и все это будет немного как-то весело смотреться. Но они не подходят. Они слишком толстенькие. Прям вот у них прям такие приличные жопки. Но они такие милые. Я вот теперь не знаю, куда мне их определить. Это раз. Во-вторых, ну, во-вторых, просто так оставить некрасиво. Нужно, чтобы они где-то сидели. Никаких таких полок у меня на кухне не имеется. Вот, смотрите, какая милота. Придется, наверное, отправить обратно. Стоили тоже недешево. За две штучки 11 евро. Ну, вот, просто так в шкафу валяться тоже не хочется. Ну, такая милота. Прям миленько. Ну, и, собственно, то, зачем я заглянула на тема. Естественно, вся фурнитура – это вот прям пластик. Пластиковый. Очень такой, ну, нестабильный, скажем так. Ну, 5-6 килограмм ручной клади, что-то такое по мелочи, я думаю, выдержит. Есть еще ремень, который через плечо, но тут вот вообще все очень хлипко. Ну, сама сумка, в принципе, неплохая. Тканевая, она легкая, она вместительная. Цены напишу в уголке, когда буду монтировать видео, сейчас не помню. И еще, что удобно, вот есть такой карман, то есть на ручку чемодана, чтобы не в руках таскать, на ручку чемодана одевается. И сумка стоит вот так наверху чемодана. В принципе, есть внутренние карманы. На один раз нормально. И так потом пригодится даже где-то какие-то вещи взять с собой, когда в Косте ездим. Вот такие две штуки. Сережа взяла черненькую, у него чемодан. Скорее всего, будет черный. Мы еще не доставали даже чемоданы. В каком они там состоянии, я забыла, когда в последний раз их в глаза видела. Один чемодан, с которым Нелли сейчас в отпуск улетела, вот он, ну вот где-то такого же цвета. Это будет мой чемодан. У Сережи посмотрим, что там у нас с чемоданами. У нас как-то их брали несколько раз тоже на прокат, поэтому я сейчас даже не в курсе, как они там выглядят. Эта сумка, она немного пониже, но размером одинаковая, в принципе. И у нее двойное дно. То есть сюда можно какую-то обувь положить, какие-нибудь тапки. Здесь тоже внутренние карманы. Один большой на замке, два небольших маленьких и ремешок через плечо. Опять же, вот с такой хлипкой-хлипкой фурнитурой. Практически все купила, все, что нужно с собой, все, что понадобится в дорогу. Ну вот я имею в виду запаковать, что-то такое осталось. Совсем немножко подождать и можно паковать чемоданы, начинать. И обновки для мужа. Показать вам хочу. Две пары обуви отправляем обратно. Сережа все примерил, потоптался, походил, одобрил. Вот это мы и оставляем. Остальные две пары отправляем. Заказывала на Лиманго. Это outlet. Скидки просто шикарные, как обычно. Самое главное, что найти тот размер, который... Обычно то, что нравится и то, что нужно, раскуплено. Так вот, оставляем ему на работу скетчерсы. Изначальная цена 99 евро. Сейчас по скидке 54. Ну, скетчерсы, что про них рассказывать? Memory. Да, стелька. То, что я искала для мужа на осень, на работу. Ему понравилось. Очень удобно. Очень легкие. И, так сказать, в мир и в люди новые белые кроссовки. Я надеюсь, правильно произношу. New Balance. Тоже они вот такие. Ну, это вот сейчас еще ходить. Они, видите, просвечиваются. Дышащие. Прям тоже очень удобные. Очень легкие. Чистая кожа. Я сейчас смотрю, очень многие носят кроссовки именно от этого бренда. Чайная цена стоила 185. Сейчас 85 евро по скидке. Я считаю, что неплохо, да. Сергею тоже очень понравилось. Сказал, что шикарные, удобные, легкие, легкие, легкие. На себя я размер найти не могу. Те модели, которые мне нравятся, раскуплены. И в основном, в принципе, на Limango раскуплено. Есть на Цаланда, но там цена кусается. Сереже просто необходимо обновить. Было. Я не знаю, как у вас, но вот у меня муж, товарищ такой. Даже если куплено новое, он не расстается со старым. Это целая трагедия. Нет, а вдруг пригодится, пусть будет. Значит, все старые кроссовки нужно перестирать, просушить и поставить. Вдруг куда-нибудь. Вот куда-нибудь будет стоять годами, но расстаться он с ними не может. У нас с этим проблема. И еще одна покупочка для Сережи. Тоже искали уже давненько. Много что заказывала, отправляла обратно. Так как по магазинам мы ходить не любим, я не люблю, а Сережа так вообще терпеть не может. Но что-то всегда нужно. Ему нужна была сумочка обыкновенная, мужская сумочка, портмоны положить, кошелек, зажигалки, телефоны. Когда вот все это топорщится в карманах, это выглядит так ужасно. Искали что-то такое оригинальное, особенное. Нашли. Кстати, очень хорошего качества. Не делала прям распаковку. Прям, знаете, каждая вот эта штучечка. Все заклеено, все завернуто. Это кожа и ткань. Это польский бренд. Я, в принципе, никогда не встречала, но очень оригинальное и компактное. В принципе, вот ладошка, да, сюда портмоны, во внутренний карман телефон. Здесь еще есть небольшой кармашек. И вот здесь тоже где-то ключи. Ну, не знаю. Сергею тоже очень понравилось. Оригинально смотрится. И будет носить с удовольствием. Нашли то, что искали. По скидке цена была 125 евро. Дороговато, хочу сказать. Но, в принципе, качественно. Надеюсь, она Сереже долго прослужит. Обычно у него тоже была обыкновенная мужская сумочка. Такая вот стандартная, да. Которую он носил очень-очень много лет. Но она уже пришла в ужасное состояние. Поэтому мы искали для него что-то такое подходящее. И необыкновенное. Нашли. Ввести коробку. Сдать то, что не подошло. И здесь у меня вот такой художественный беспорядок. Я достала коробки, которые, в принципе, уже не нужны. Они пустые. Вот одна коробка стоит от польской обуви. Я вам показывала, да. Белые такие, что-то типа кроссовочек мягких. Я их еще немного потаскаю. Тоже выброшу. Потому что я их убила за это лето. Там смотреть не на что. И вот здесь тоже несколько пар обуви. Единственное, что Сережа разрешил выбросить, это сандали. С ними он расстался. Я выбрасываю своей балеринки от Каприз. Которые тоже все отслужили свое. Вот это тканевое. Вот эта штучка. Она тоже пожелтела, посерела. Ничего не отстирывается. И не отмывается вот здесь носки. Там тоже было какое-то уплотнение. Я не знаю, из чего из бумаги. Оно или из тонкого пластика. Оно все внутри потрескалось. Это все давит на пальцы. В общем, они свое отслужили. Ну, года два, наверное, они у меня, может, три. Не знаю. В общем, выбрасываю. Я их дотаскала. Выбрасываю босоножки от Тамарис. Они тоже за три года. Выглядят просто ужасно. Они отслужили свое. И выбрасываю также вот эти чешки от Рикер. Это не грязь. Это вот так выглядят стельки. Рикер для меня сейчас это та обувь, которую я посмотрю на нее в последнюю очередь. Качество испортилось. Раньше это можно было носить. Это приятно было носить. Сейчас это просто ужас. У меня еще были ботинки, которые я тоже выбросила. Я отходила в них один сезон. И у них провалилась подошва. Вот здесь вот это все. И это все квадратики. Оказалось, они пустые. Внутри это все давило. Ужасное качество этой обуви. Я говорю, что для меня Рикер теперь... Ну, это самая последняя обувь, на которую я посмотрю. Нужно это все теперь вынимать. Нести на мусор. Коробки разобрать. Это обязательно. Угадайте с трех раз, что я буду готовить. Нет, не угадали. Я буду делать ленивые роллы. Сделаю салатик вкусный в чипсах из рисовой бумаги. Завтра прилетает Нелли. Пока прилетят, пока доедут до дома, все равно будет холодное. И хочется встретить чем-нибудь вкусненьким. Поэтому я решила по-быстрому, по-быстрому, по-быстрому все это сделать. Я уже подготовила креветки, как обычно. Я их обжарила с чесноком на сливочном масле. Добавила соль. Вот эту с зеленью. Кройторзальц у нас называется. Огурцы. Авокадо. Купила какое-то оно не очень. Но другого нет. Крабовые палочки. Рис уже тоже отваренный. Рис готовила как на суше. И здесь я подсушила сезам. Количество продуктов произвольное на глаз. Я сварила 250 грамм риса. Взяла пока только половину. Три листочка нори. Нарезаю. Добавляю сюда 2 столовых ложки майонеза. И сюда же я добавляю творожный сыр. Тоже где-то 2 столовых ложки. Посмотрю по консистенции. Если будет маловато, добавлю еще. Все тщательно перемешиваю. Ну а теперь все просто. Немного риса. У меня здесь рыба, которую я мариновала в соевом соусе. Я вам уже показывала, как я это делаю. Тут и большие прям кусочки. Делаю шарик красивой формы. Сезам. И так далее. Можно креветку. Точно так же вовнутрь. Расположить. И закатать в шарик. Я вам парочку покажу и быстренько отключу камеру, потому что у нас опять что-то сверлят. Я в промежутках пытаюсь что-то поснимать. Добавила еще, ну буквально пол столовой ложки творожного сыра. Нужна масса, чтобы получилась вот такая мягкая, податливая, чтобы рис не был сухой. И естественно, вовнутрь можно и огурчик завернуть, и кусочек авокадо. Все, что у вас есть в наличии. Первое блюдо готово. Получились такие роллы-шарики с начинкой. Рыба у меня естественно еще осталась. Я подготовила силиконовые формочки. У меня остался рис. У меня остались листы нори. И я сделаю запеченные маффины. Я вам как-то уже это тоже давно-давно показывала. Вот так. Два листочка крест-накрест. В формочку. Плюс-минус. Я запекать их буду в аэрогриле. У меня тут, не знаю, сколько штучек получится. Я по мере наполнения, сколько у меня риса осталось. Один лист я разрезаю на 4 части. Примерно одинаковых. Невозможно снимать. У нас сверлит. Сверлит, вернее, не у нас, а за стеной. Но это просто невозможно. Кто-то что-то новое прикупил. Ну вот так. Сначала подготовлю. Несколько штучек. Заполню рисом. Раскладу рыбку. Потом посмотрю, что получится. Вот так это выглядит. Я добавляю сюда буквально пол чайной ложки сливочного сыра. Немного размазываю. Добавляю несколько кусочков рыбы. Ну, сколько поместится. Сколько не жалко. Поместится-то много, наверное. Сколько есть. Я еще раз говорю, у меня все на глаз. Приблизительно. Сколько получится, столько будет. Разогрела чашу аэрогриля. Я надеюсь, они у меня все поместятся. По столовой ложке риса. Столовая ложка маринованной рыбы. Чайная ложка творожного и сливочного сыра. Так, шесть, семь, восемь и девятое. Одной рукой не очень удобно. Я вас отключу. Три минуты я разогрела на 200 градусов. И оставлю сейчас, наверное, минут десять. Не больше. Рыба маринованная. Рис готовый. Что тут жарить, да? Убрала время. Оставила 10 минут. Режим рыбка. Можно вручную поставить 200 градусов и 10 минут и запекать. Перед этим я разогрела 3 минуты при 200 градусах. Запеченные маффины готовы. Я все подготовила для салата. Огурец порезала. Авокадо сбрызгиваю буквально чайной ложкой лимонного сока. Крабовые палочки, креветки я тоже напополам порезала. Теперь все это нужно смешать. Перед, соль по вкусу. Добавила 2 столовых ложки творожного сыра. И теперь все тщательно перемешиваю. Ротки разогретое масло. Листы рисовой бумаги я порезала на 4 части. И делаю вот такие рисовые чипсы. Теперь самое интересное. Вот такой листочек кудрявый. Листочек салата. И ложку вот такого салата. Простите, не очень удобно. Пополамима и все это кушается вместе. Вот так оригинально можно подать обыкновенный крабовый салат. И на этой вкусной нотке заканчиваю это видео. Будьте здоровы, берегите себя. Пока-пока. Ах да и кушайте вкусно.